Яркие образы, неожиданные решения и неизменные улыбки. Феерия красок, звуков и движений. Этот праздник подарили зрителям не профессиональные артисты, а самые маленькие коголымчане, воспитанники детских садов. Они представили почти три десятка номеров. Соревновались в номинациях «Вокал», «Хореография» и «Оригинальный жанр», чтение стихотворений. В роли ведущих были сами дошколята. Всем здоровья, счастья, радости желаем. Зритель добрый, не ромей, аплодируй нам смелее. Концерту предшествовали долгие месяцы репетиций. Впрочем, слова песен и движения танцев ребята повторяли и в день выступления за кулисами. Будет ромашки собирал и пел о том, о сём. О, пел о том, что поутру кушинка развела. И песенка у домика улыбчивая была. Наталья Андреевна и Дания Даниловна, так нам представились воспитанницы сада «Чебурашка», вокал демонстрируют вне конкурса. Они задействованы в подтанцовке, но уверены, что и спеть могут не хуже солистки. Главное, говорят юные артистки, на сцене не волноваться. Тогда и выступление пройдёт успешно. Я пыталась улыбаться, я пыталась всё делать правильно, что нам сказали, что мы когда репетировали, я сделала всё правильно. Я хотела, чтобы мы саняли в Вильтургоре первое место, и чтобы мы победили в этом конкурсе. Мы репетировали очень долго, и у нас были ошибки, но у нас получалось хорошо. Мы выступаем в метро, и мы танцуем, как бы танец нельзя, чтобы завоёвывать награды и показать мальчикам, что мы тоже можем это станцевать. Сейчас мы танцуем в парах с большими девочками. Они нас держат, и мы, получается, куклы. И вот, и мы так накрасились, разозлились. Отборочные туры длились два дня. Представители жюри посмотрели почти сотню номеров, которые подготовили детсадовцы и школьники. В итоге победителями стали исполнители порядка 40 песен и танцев. 1 мая, в день проведения Юнтагора, в метро состоится два гала-концерта в 11 и 14 часов. По прогнозам организаторов, зрителей наберётся немало – 400 человек. Вход по пригласительным билетам. Алина Шаталкина, Алексей Николаев. Специально для новостей.